Ну, как и обещали, ученый, политолог, публицист Андрей Андреевич Пиантковский присоединяется к нам. Приветствуем вас, Андрей Андреевич. Добрый день. Ну что ж, удалось ли вам посмотреть заявление Байдена? Наверняка вы следили за вчерашним визитом в Киев американского президента. Давайте, какие самые сильные месседжи послания 46-й президент США отправил в Кремль? Или на самом деле адресат там понятен? Ну, самым сильным месседжем факт его появления в Киеве, конечно. Путину, который через пять дней после начала операции хотел принимать парад на Крещатике. Ведь парадные формы были даны офицерам, участникам этой специальной военной операции. Он так и не дошел за год до Киева. А Путин, Байден, спокойно гулял вчера по Киеву. Основной мем в таких турбопатриотических каналах, как мы их называем, был как раз, что гуляющий по Киеву Байден, это пощечина Путину и пощечина всем нам. Именно так воспринималось это агрессивной частью общества, сторонниками войны. Ну и сегодня Путин, собственно, никакого внятного ответа на это не дал. Даже более того, если позволите остановиться немного на его вопрос, но оно как бы логичное, вот эта триада Байден-Путин-Байден. Путин 80% своего выступления вообще, не имея никакого отношения к войне, он не говорил ни о целях войны, ни о катастрофическом ходе ее развития, он выступал как такой крепкий хозяйственник, рассказывал о всяких планах повышения эффективности производства, дороги до Казани, автомобильные, которые будут продолжены до Хабаровска, материнском капитале и так далее. Как будто он не направил на смерть уже, если погибли уже сотни тысяч людей, вместе украинцы и русские, благодаря его безумным решениям. И что еще мне бросилось, он, естественно, в конце прибегнул к ядерному шантажу, это его стандартный прием, но впервые шантаж его был какой-то неуверенный. Понимаете, в чем дело? Вот он хотел чем-то похвастаться перед своим глубинным народом, его агрессивной частью, и его подталкивали давно к этому объявить, что Россия начинает ядерные испытания, проведет показательный взрыв над Северно-Льдовитым океаном, или, не дай бог, над Атлантикой, чтобы показать решимость своих ядерных маневров, намерений. Но на самом-то деле он дал гарантию, что он не будет этого делать. Что он заявил? Он заявил, что у нас вот есть сведения, что якобы американцы готовят ядерные испытания и собираются нарушить договор об отказе от ядерных испытаний. Так вот, если они это сделают, то и мы, то и мы так же поступим. На мой взгляд, он сбавляет обороты в своих угрозах, шантаже. Но то, что он сегодня говорит, это совершенно не похоже на человека, обещавшего нам в рай, а всем остальным на кладбище. Это положительный сигнал. Мне кажется, что до него доходит сознание, что, в общем-то, его авантюра провалилась и война проиграна. А вот посмотрите, кстати, одну секундочку, мелькнул там какой-то мерзавец с эмблемой мёртвая голова, череп с костями. Это, кстати, о неонацистах в Украине. Его несколько раз показывал сегодня кровным планом телевидение. Где-то в первом ряду слушал, аплодировал Путину и вставал всё время. А вот в речи Байдена вы услышали какие-то чёткие сигналы, вот как в самом начале, когда прозвучали, в начале после полномасштабного вторжения, когда Путин и его, скажем, политбюро начали пугать ядерным оружием, то прозвучали очень чёткие сигналы, ограничители, назовём их так. Не дай бог ударишь, получишь. Вот сегодня Байден опять вспомнил пятую статью НАТО, говорил о единстве и солидарности. Вы услышали в этом чёткий сигнал Путину, ограничивающий, скажем, его фантазии? Вы знаете, в ядерной сфере сигнал прозвучает, расскажу, когда. Мы это помним прекрасно. 1 октября в воскресенье в Вашингтоне в прайм-тайм выступили Селиван и Блинкен. И оба заявили, что они сообщили своим каунтепатам в Москве, что в случае использования ядерного оружия, тактического ядерного оружия в Украине, последствия были, как один сказал, horrific, а другой catastrophic. А потом эксперты пояснили, что в этом случае НАТО своей огневой мощью уничтожит Черноморский флот и вообще испепелит российскую группировку в Украине. У неё есть все для этого возможности. А Путина просто убьют. Этот сигнал был услышан. С тех пор риторика слабла. И помните, чем её заменил Путин? Да мы никогда это и не собирались. Ядерная война невозможна, мне не будет приблизителя. А нам и не нужно ядерное оружие. Мы можем Украину обратить в каменный век конвенциональными ударами по его инструктуре. И вот это было, я помню, 10 октября. И с тех пор начались вот эти регулярные удары по городам Украины. Я помню, 10 октября. И с тех пор начались вот эти регулярные удары по городам Украины. И вот сегодняшний тоже такой очень слабенький вариант ядерного шантажа. Он как бы шёл навстречу своей группе своих яростных сторонников. А Западу как бы подмигивал, что в общем-то я это не собираюсь. Мне кажется, вот это предупреждение Запада по ядерному вопросу до него дошло. Тем более, что к этому предупреждению надо отдать им должное. Посоединились и китайцы. Мы помним эту сцену на глазах всего мира на саммите ШОС в сентябре месяце. И товарищ Си, и господин Моди, кстати, прошли Путину такую лекцию о том, что так серьёзные люди не ведут себя в 21 веке шантажируя использованием ядерного оружия. Я всё время говорил на всех каналах, говорю в течение года, что вероятность использования Путина неоднократно близка к нулю. А сегодня я скажу, что она и нулевая. Ну даже до Путина дошёл вот этот фантастический опрос общественного мнения в Украине, который на Западе произвёл как же громадное впечатление, когда 89% украинцев заявили, что они будут ещё более яростно сражаться с врагом, если Россия применит ядерное оружие в Украине. В заключении такой, знаете, вопрос. Байден в Киеве, а до него Шольц в Мюнхене. Говорили о затяжном характере этой войны. И сегодня, когда мы из Варшавы услышали очень чёткие в очередной раз пункты политики Байдена о поддержке Украины, это тоже как-то можно объединить в ожидании того, что это надолго. Как вы видите, это ваша оценка? Я с этим не согласен. Вот эта формула, которую употреблял Байден и в Киеве, мы останемся с вами as long as it takes, она не означает, что вот мы видим, что война будет длинной, мы будем всегда с вами сколько понадобится. А вопрос о сроках окончания войны, о победе, это не вопрос гадания, это вопрос решения Запада, и в частности Байдена, решение предоставления тех видов оружия, которые пока там по ряду причин ограничиваются. Прежде всего дальнобойные ракеты и файтеры, истребители-бомбардировщики F-16. Так вот, после этих двух выступлений, моё мнение личное, что это оружие будет предоставлено в самое ближайшее время. Что об этом говорит? Ну, во-первых, давайте вспомним выступление не Шольца, а выступление Сунака в Бюнхене, когда мы, англичане, мы первые предоставили танки, и мы первые предоставим дальнобойные ракеты, и весь мир знает, какие дальнобойные ракеты. Англия собирается предоставить, это Storm Shader до 1000 километров, достигающие любые цели на европейской территории России. И мы первые предоставим истребителей самолёта, и английские, и мы уже тренируем украинских пилотов. Сегодня в Киеве находится замечательный человек, новый республиканский председатель комитета по иностранным делам палаты, Майк Маккол. И он тоже, отвечая на вопросы о самолётах, он сказал, что он считает, что в ближайшее время они будут предоставлены. Это очень важный фактор. Москва надеялась, что в республиканской партии победит трампистская фракция, которая будет ограничивать поддержку, ничего подобного. Победили такие наследники Регана, которые оказывают на Байдена как раз давление в том, что, по их мнению, недостаточно ещё оказывать поддержку. Вот сумма всех этих факторов и сегодняшние заявления Байдена позволяют мне не то, что надеяться, а быть уверенным, что это оружие будет предоставлено, и победа, как говорил президент Зеленский, будет достигнута в 2023 году. Спасибо, Андрей Андреевич, рады вас видеть всегда в нашем эфире. Благодарим за включение. Андрей Андреевич Пиантковский, учёный, математик, политолог, публицист. Продолжение следует...